Более 50 новых магазинов и пунктов обслуживания, новые рестораны, парковочный дом на 400 мест и многое другое должны привлечь покупателей в обновленный торговый центр Юлямисте. Несомненно, это хорошо, что большие центры в нашей стране обновляются, расширяются, становятся более экологичными, удобными для детей и взрослых, продумывают приятное времяпрепровождение покупателей. Но будут ли клиенты? Ведь в одной лишь столице чуть ли не каждый день открываются или расширяются торговые центры. Собираются строить огромный центр на Петербургском шоссе. Нужно ли эстоноземельцам столько торговых площадей? Для одного человека торговых площадей у нас очень много. И поэтому я скажу, что я не верю, что здесь в Таллине будут еще большие торговые центры построить, как в самом начале. Я думаю, что все хорошие торговые центры, что здесь на рынке, они еще могут где-то 5 тысяч расширять, проблемы нет. Это ведет для этого, что сейчас вообще в торговых центрах в Таллине чуть-чуть ненормальная позиция. У нас вакансий вообще почти нет. Уже годы. Но чтобы менять торговые марки и магазины, чтобы делать каждый год интереснее, тогда нужно тебе все-таки место, где маневры делать. Правда, многие маркетологи считают, что местные торговцы рассчитывают не только на жителей Эстонии, скорее на туристов из соседних стран, которые, как показывает статистика, часто отправляются в нашу страну именно ради шопинга, а не культурной программы. У нас кто сосед? Это финна или шведия, и в другой стороны Россия. В Финляндии сейчас не очень много таких европейских брендов, что они сюда придут. Если мы можем предлагать для них вот эти торговые знаки, что там нет, они точно сюда придут. И вторая вещь – это Россия. Россия просто такая огромная страна. Если здесь транспорт, все эти ограничения, виза, легче будет. Я думаю, что здесь из Петербурга, по-моему, 2,5 часа ехать, если здесь нормальные движения. Как и старт прийти. Конечно, каждый торговый центр привлекает и туристов, и местных потребителей как может. Детские игровые комнаты, множество ресторанов, большие скидки. Еще одним плюсом расширения или строительства нового можно назвать дополнительные рабочие места. В Юлямиста, которое откроется 23 октября, их около 800. Прогнозы в 7,2 миллиона посетителей в год весьма оптимистичны. Ведь рядом теперь могут появиться три торговых центра, более скромные Сикупилли, огромный и самый большой в Эстонии Юлямиста и находящийся на стадии проекта Таллина Моя Комбинат, который будет даже больше Юлямиста. Хотя строительство еще не начато, но спонсор уже найден, и туда даже дотянется трамвайная линия. В общем, торговых центров полно, а как они будут существовать, уж точно покажет время, особенно учитывая все еще нестабильный уровень жизни эстон-земельцев и отнюдь не самые высокие зарплаты.